Привет, друзья, из Западной Африки. Страна Гана, север Ганы. Сегодня мы отправляемся за город на Врунгу. Погода у нас уже довольно жаркая, плюс 40, и детворе, конечно же, хочется искупаться в воде. У них сейчас апрельские каникулы, поэтому уроков нет, учебы нет, домашних заданий нет, да и от родителей особо заданий нет. Хотя, бывает, посылают они их за фруктами. Вот девчонка набрала мангу и заодно зашла на ставок. И для моих новых подписчиков представлюсь, что я Виктория, живу здесь в Гане уже 25 лет, живу со своей семьей. Это Джонатан, друг нашей семьи, приехал в гости к нам в Навронгу. Те, кто уже смотрел мои предыдущие видео, знают его. Вы узнали в прошлом видео, что он художник, что у него уже была выставка в столице. И по многочисленным просьбам я сегодня покажу его работы, а именно выставку, которая прошла в столице Ганы, Акра. Вот такое селфи мы сняли с нашей загородней прогулки. Ну, как вы знаете, Джонатан, как настоящий художник, интересуется природой, очень интересуется ее деталями, структурой, цветом. Все эти наблюдения помогают ему в его творчестве, хотя его дипломная работа была далека от живой природы. И его любопытство привело его в скрап-ярд, там, где полно устаревших машин, никому не нужных, выброшенных на свалку. Но он начал интересоваться механизмами, структурой этих старых, казалось бы, никому не нужных машин. И решил воспроизвести вот такие картины сам. И чтобы максимально правдоподобно отразить такой цвет, ему нужно было создавать краску самому вот таким экспериментальным химическим путем. А затем, добившись нужного оттенка краски, началась кропотливая работа. Он подписал контракт с галереей в столице. Этот контракт был установлен еще за год до его окончания магистратуры. И так как время поджимало, вот Глория здесь работает, им нужно было все быстренько закончить. Глория в то время тоже находилась в столице, но она училась в школе дизайна. А по выходным или в свободное время она приходила помогать Джонатану. Глория часто приносила еду ему туда, в студию, так как он был просто сильно занят. И даже практически забывал, что нужно поесть. Ведь масштабы его работы огромные. И наконец-то за несколько недель до самой выставки началась инсталляция всех его работ. И название этой галереи 1957, как видно на картинке. Куратор выставки организовал пространство вот таким интересным образом. Где все работы представляют собой единое целое, единый организм. Для управления самой галереей была приглашена специалист из Италии. Вот она в джинсах. А это менеджер-женщина из Америки. Она управляет галереей под названием PACE, что является одной из пяти топовых галерей всего мира. Конечно же, самые главные гости – это папа и мама Джонатана. Родители шестерых детей, у которых Джонатан самый старший. Они изначально хотели, чтобы он занимался науками, но директор школы, увидев талант Джонатана, посоветовала поменять курс. Они и предположить не могли, что такой поворот откроет дорогу в международный мир искусства. Поэтому, конечно, они испытывали гордость за своего сына, проходя мимо его работ. А еще за то, что столько людей, друзей художников, то есть коллег, коллекционеров, просто ценителей искусства, приехали сюда, в столицу Ганы, Акра, смотреть работы их сына. Публика была поистине международная, поэтому смотрите и наслаждайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok